В Белгороде будет создана общественная палата. В нее войдут почетные граждане города и представители различных сфер жизни областного центра. Такое решение приняли на заседании Гурсовета. Сегодня народные избранники провели сразу две сессии. Какие вопросы обсудили и к каким выводам пришли, расскажет Татьяна Красикова. Своя общественная палата сегодня есть в каждом районе Белгородской области. Теперь этот орган появится и в Белгороде. Такое решение приняли депутаты Гурсовета на 43-й сессии. В общественную палату областного центра войдут 28 человек. Это почетные граждане города, общественные деятели из разных сфер образования, культуры, науки, спорта, промышленности. Общественная палата позволит выстроить эффективный диалог между жителями и органами местного самоуправления. Создается с целью обеспечения согласования интересов жителей города Белгорода, общественных объединений, коммерческих организаций, органов местного самоуправления для решения наиболее важных для жителей города вопросов социально-экономического, духовно-нравственного и культурного развития муниципального образования. Одобрили депутаты и изменения в бюджет города. Так, доходная часть возрастет на 559 миллионов рублей. Большая часть – это межбюджетные трансферты, субсидии и субвенции из областной казны. Актуальным вопросом 43-й сессии стало предложение по увековечиванию памяти белгородского журналиста Константина Битюгина. История его жизни – пример того, что человек с ограниченными физическими возможностями способен добиться успеха. Константин Битюгин в начале 90-х оставал газету «Альтаир», в которой был и редактором, и журналистом, и верстальщиком. Кроме того, сотрудничал с рядом местных изданий и писал судебные очерки для Московского отдела судебной информации. Предметом особого интереса для него было краеведение. Он много работал в архивах, занимался популяризацией краеведения в областных средствах массовой информации. И выступил инициатором и создателем первого в регионе краеведческого стайта. Первым начал размещать краеведческие материалы в личном блоге. Константин Евгеньевич умер 7 мая 2008 года. Депутаты единогласно одобрили установку мемориальной доски на доме, где жил Константин Битюгин. На ней, помимо имени и даты рождения, будет нанесена краткая биографическая информация. Таким образом, депутаты прислушались к рекомендации постоянных комиссий. Мэр города Константин Полежаев поблагодарил депутатов за поддержку этого решения. В свое время журналисты обратились ко мне, я их поддержал. А сейчас своим решением утвердили, ну и ряд тех вопросов, которые приняли. Спасибо огромное. Также на сессии с отчетом о работе в минувшем году выступил председатель горсовета Сергей Глаголев. В 2016-м народные избранники провели 12 сессий и приняли 147 решений. В том числе ключевых, касающихся бюджета города, его устава, территориального общественного самоуправления, целевых программ. Кроме того, депутаты провели более тысячи приемов граждан. Каждодневная работа с обращениями граждан является еще одним важнейшим направлением деятельности депутатского корпуса. Только в адрес председателя совета депутатов в отчетном периоде поступило 335 обращений граждан. Конечно, не все вопросы удается решить сразу и положительно. Но Советом депутатов с администрацией города делается все возможное, чтобы ни одно обращение не осталось без внимания. Отчеты о работе горсовета на заседании приняли единогласно. Сегодня же депутаты провели и 44-ю внеочередную сессию, рассмотрев вопрос о вхождении в состав учредителей акционерного общества «Мастерславль Белгород». Речь идет о создании детского интерактивного и развивающего города мастеров, в котором юные горожане через игру будут приобщаться к труду и постигать различные профессии. Появится «Мастерславль» на месте бывшего зоопарка. Общая стоимость строительства детского города мастеров «Мастерславль» оценивается в размере 250 миллионов рублей. В концепции благоустройства предусмотрено устройство парковок, проездов, тротуаров, установка светильников, скамеек, а также работы по озеленению территории. Депутаты приняли решение большинством голосов. Администрация города войдет в состав учредителей акционерного общества и внесет в уставной капитал недвижимое имущество. Это два нежилых помещения и земельный участок площадью более 33 квадратных метров. Таким образом, город получит 26% акций. Отметим, что строительство «Мастерславля» начнется уже весной. Татьяна Красикова, Евгений Северинов. К этому часу. Белгород.